В этом доме на компросе 65 открылось новое антикафе. К формату антикафе прямяки уже привыкли, но это слегка особенное. Называется Cat House. Здесь живут кошки и их разрешают гладить. При входе в кафе вас попросят надеть бахилы или захватить с собой домашние тапочки. Бахилы не очень, а вот тапочки очень располагают к домашней обстановке. Хозяйка антикафе Анастасия. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу расскажите нам, сколько у вас питомцев, как их зовут, где они живут. Пока у нас двое питомцев. Это вот у нас Максик и есть еще кот Тютя. Он у нас совсем тут буквально три дня живет. Вот. Они живут в домиках. Вот такой вот. Максик его очень любит. Что за такой формат антикафе? Чем он отличается? Какие у него особенности характера? Формат антикафе отличается тем, что в отличие от обычного кафе вы платите только за время пребывания. Вот. Чай, конфетки, печеньки. Все входит в стоимость. Здесь очень приятная обстановка. Очень так прям душа здесь радуется и играть хочется. Очень милые кошечки. Мне, к сожалению, родители никогда не разрешали заводить домашних животных. Вот. И поэтому это большая радость. Это как мои родные животные. Мы решили открыть такое место, где люди, которые по какой-то причине не могут завести дома домашних животных, могут пообщаться с ними в нашем кафе, погладить их, посидеть с ними, поиграть. Итак, мы зашли, взяли чай, кофе, плюшки к кота, если он свободен, и вовсю его наглаживаем. Очень приятно их погладить. Они такие милые, загадочные, как и обстановка этого кафе. Здесь очень много игр, очень интересно, и всегда можно с пользой провести время. Двух котов на всех желающих уже недостаточно. Тюти и Максик, бывает, устают от такого внимания. Но организаторы обещают, что скоро и очень скоро котов будет хватать на всех.